Добрый вечер! Если мне надоест она сама, я ее выброшу и куплю себе новую куклу. Конечно, придется немного потратиться, но зато она будет только моя. Ее жизнь просто сказка. Дорогие машины, бриллианты, курорты и спа-салоны. Она молода, шикарно выглядит и не работает. Она содержанка. Я содержанка, но я этого не стесняюсь. Наоборот, что хорошо, что есть такие мужчины, которые могут как-то кому-то помочь. Его жизнь – это работа. Ему хватает денег, чтобы содержать семью и еще несколько красивых девчонок. Он – содержатель. Богатый человек живет сразу с несколькими прекрасными девушками. И как-то вот эта вот норма, вы знаете, в ней, наверное, как ни странно, ничего совсем уж криминального нет. Элитные клубы, закрытые вечеринки – места, где они могут встретиться. Но их отношения – это не любовь, а игра. Девушка не любит от души, но любовь нужно сыграть. Поэтому, естественно, нужно заниматься драмой. Как улыбаться, как ходить, как подходить. Когда игра надоедает, любовь заканчивается. Девушка ищет нового покровителя, а содержатель – новую красавицу. Если на вечеринке не присутствовала эта парочка, значит, вечер не удался. Юрий Дормидошин и его жена Наталья – самые строгие цензоры светских мероприятий. Экстравагантные наряды Наташи, эпатажные фотосессии Юрия Михайловича, да и вообще их союз – сплошной абсурд на первый взгляд. Ему за 60, ей нет 30. Этот неравный брак держится на расчете. Он платит, она благосклонно принимает. Во-первых, это как благодарность за понимание в основном. Это благодарность за понимание. Ну, естественно, да, естественно, всегда хочется удержать женщину, которую любишь. Заработав определенный статус, мужчина начинает жить для себя. Роскошный дом, дорогая машина – это еще не все, что нужно ему для счастья. А с красивой девушкой будет полный комплект. Сейчас Юрий Дормидошин похож на пожилого Дэнди, а когда-то он был почти примерным семьянином, правда, трижды женатым. Став свободным в очередной раз, он с головой окунулся в прекрасное – творчество и женщин. Был период блондинок, потом пошли шатенки, потом брюнетки. И как бы вот так, как бы так, в общем-то. Но самым большим преимуществом женщины, я считаю, доступность. Поэтому уже потом идет какие-то пристрастия по блондинке, по брюнетке, там, или еще как-то. У Юрия Дормидошина собственные рестораны по всему Петербургу. Салон красоты. Есть что потратить. А на кого – найдутся сами. В отношениях с женщинами использует самую быструю тактику обольщения. Закладывает в личный бюджет расходы на графу «любовь». Это опять свойство лени. Иногда проще как-то простимулировать, как-то, как-то, но сделать какие-то вещи при помощи, как бы, денег. Это, я считаю, что это такой самый прямой путь к взаимному, как бы, пониманию. Он платит за все, даже за свой характер. Вспылил, купил подарок. Чем крупнее ссоры, тем крупнее банкноты. Да, 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 да. И оправдывая это поведение, я, как бы, вот, компенсировал это какими-то такими красивыми вещами, которые в контрасте отличались от моих поступков. Понимаете, то есть... На месте его нынешней спутницы могла бы быть другая длинноногая красавица. Наташе просто повезло. Я был на очередной тусовке. Вот. Ну, немножко выпил, естественно, знакомился с девушками. Ну, записал, наверное, телефона 8, там, как-то, вот. И первое, до кого я дозвонился на следующий день, это была она. Самое ужасное было в том, что я ее так зрительно не помню. Мы договорились встретиться в одном ресторане. И когда я помню высокая девушка, когда входили высокие девушки, я так улыбался с дурацкой улыбкой, как бы здоровался, они проходили, не понимая, что это... Ну, так, чтобы, так сказать, а потом вошла она. И я понял, что это то, что мне нужно. Это, говорит, страшный человек. Он говорит, да вы что? Он говорит, это, говорит, ужасно, говорит, не думай с ней встречаться. Вот. Ну, поскольку я была такая девушка не слабонервная, вот, а тем более, наоборот, меня это заинтриговало. У страшного человека оказалось одно бесспорное преимущество – крупный банковский счет. На предложение переехать к нему Наташа не смогла ответить отказом. Поскольку я была очень такой юной девушкой, и мне хотелось, так скажем, громкие слова, может быть, познать жизнь. А как лучше всего узнать жизнь – это общение с человеком, который ее уже знает. Уроки жизни он преподносил Наталье в клубах и ресторанах. Институт ей пришлось бросить. Так захотел супруг. Юрий Николаевич ревнует ее к друзьям, сокурсникам и даже к парикмахерам. Он лично одевает и причесывает жену. Ее нижнее белье – тоже его забота. Да. Главный упор на выбор нижнего белья. У меня какой-то свой вкус, свой подход к этому. А у меня свой. Поэтому все, что я делаю, это я делаю для себя. Не для нее. Понимаете? Наталья для него – только природный материал, из которого он делает драгоценный камень. На свой вкус. За финансовую свободу девушка платит личной независимостью. Я была всевозможных цветов, начиная от яркой блондинки, заканчивая такой шатенкой. Они рыжие, волосы и красные, и розовые, и вообще все, что может быть, все у меня было. Поэтому сейчас вот я пришла к такому классическому образу. Идеи нового образа жены могли посетить Юрия Михайловича и в 12 часов ночи. И отказа он не принимал. Свой эгоизм он оправдывает все тем же – деньгами. Это просто садизм даже. Это не просто эгоизм, понимаете? Это уничтожение личности, это уничтожение всего. Вот, понимаете? И это очень тяжело для нее. Тяжело? А что делать? Ведь она принадлежит ему. А он ей не совсем. Измены Юрия тоже входят в приз-курант их отношений. Ну, у нас такие были достаточно свободные взгляды на эти вещи, понимаете? Во всяком случае, если это когда-то происходит, я это не скрываю. Но Наталья уверена – муж не променяет ее на любовницу. Пожалеет вложенные средства. Когда, знаете, мужчина вкладывает в, так скажем, женщину, в свою жену или спутницу, чем больше он вложит в нее денег, тем жаль, ему более жалко с ней расставаться. Потому что это же все потом теряется. Это же, ну, не возьмешь назад потом с собой. Жена для Юрия – удачное капиталовложение. Она всегда при нем. Ухоженная, покладистая, даже покорная. Жена и содержанка в одном лице. Андрей Фомин – владелец престижного ночного клуба. Такие пары на его вечеринках совсем не диковинка. У мужчины очень мало средств выразить себя в каком-то достатке, выразить, ну, свой такой мачизм. Как он себя может выразить? Женщины. Он себя может выразить женщиной, которая рядом с ним. И вот тут-то все ахнут. Когда я олигарх или я богатый человек, а рядом со мной красавица, метр девяносто, на ней, как на новогодней елке, знаете, граф, бриллианты, все на свете. И вот здесь, как мы говорим, все перекуривают. Они снова идут в магазин. Юрий Михайлович присмотрел для Натальи новую вещицу. Сегодня она должна быть только в ней. Юра, иди сюда. К ним всегда прикованы взгляды. Красавица подиумного роста и немолодой, невысокий мужчина. Контраст, парадокс, но они уже 10 лет вместе, и их семейной лодке не грозит крушение обыд. Элитному району элитные содержанки. Рублевка. Здесь каждая вторая особа женского пола живет на содержании мужчины. И чем больше у него денег, тем лучше у него особа, и тем их больше. Татьяна Огородникова тоже когда-то была на содержании, но ей там надоело. Татьяна Огородникова, бизнес-леди, обладательница титула «Самая стильная светская персона», «Мать троих детей». Она не просто живет на Рублевке, она эту жизнь описывает в книгах. К сожалению, вот я знаю, как это происходит, да, и как это бывает. Я знаю, что не всегда девушка может сама пробить себе дорогу такую тяжелую. То есть деньги-то без труда и без опыта, и без ума они не зарабатывают. Когда-то ей посчастливилось встретить настоящую любовь. Ее муж Леонид Огородников – влиятельный бизнесмен. Татьяна могла стать типичной рублевской женой, чей статус отличается от статуса содержанки только одной деталью – обручальным кольцом. Но она не смогла. Вообще я ненавижу врать, и я врать сама не умею. И когда это все нараспашку, и вот такая вот жизнь, она ведется и показывается, и демонстрируется всем, а делается вид, что этого нет, меня это бесит. И мне хочется понять, почему это происходит. И тогда я сажусь и начинаю все раскладывать по полкам. Чтобы зарабатывать свои деньги, Татьяна стала писать книги. Литература не приносит ей миллионов, но и этих денег хватает для того, чтобы не чувствовать себя содержантой. Девушек на содержании она и презирает, и жалеет. Если до 25 лет ты придумала только то, что тебе нужно выйти замуж за богатого, то я очень сочувствую таким людям. Для своих книг Татьяна провела опрос студенток в возрасте от 18 до 23. Его результаты ошеломили даже старожилов Рублевского общества. А вот кого бы в виде своего будущего мужа богатого могли видеть? А вдруг инвалид? Я говорю, да, инвалид, ничего, нормально, лишь бы деньги давал. Я говорю, так. А вот если, например, бить будет, а деньги будет давать? Я говорю, ну да, естественно. Ну ладно, тогда ничего, пускай бьет. Я говорю, ладно, хорошо. А если и то, и другой инвалид, и бить будет, и вообще такой жесткач в жизни? Ну главное, чтобы деньги давала, понимаете? Я говорю, ну ладно, ну а ради чего же, собственно говоря, все это? Да, сколько денег нужно для счастья? 50 тысяч рублей в неделю, не моргнув глазом. 50 тысяч рублей в неделю. В такую сумму оценили себя начинающие содержанки. Для них бутики и салоны – предел мечтаний. Добыча покрупнее, машина или квартира – цель уже опытных коллег. Но главный приз в этой гонке – олигарх. В борьбе за право стать хотя бы одной из его любовниц все средства хороши. Обучают такому легкому гипнозу, чтобы господин пребывал, наверное, постоянно в состоянии легкой эйфории. Но это все ничего по сравнению с тем, что набирают еще и детективов с полным арсеналом прослушки. Узнается, с кем он дружит, с кем он спит, с кем он не спит. Сколько раз в неделю он спит со своей женой, гуляет ли он со своими детьми, ездит ли он на конгресс такой, ходит ли он на Кубок Кремля и так далее, и так далее. Если на рублевских мужей такая охота, то надо знать, как обойти приманку. Огородникова уверена, ее супругу содержанка просто не нужна. Мы друг другу жить не мешаем. Я совершенно не лезу в его рабочие дела. А он считает, что я, в общем, занята и востребована, и это дает нам возможность как-то спокойно общаться, не надоедать друг другу и не доставать ненужными вопросами. Хотя я думаю, что на моего тоже запись приличная, вот какая-то лист ожидания присутствует. Но у него проблемы в другом. Он свою семью любит. Но даже образцовому семьянину тяжело выдержать напор молодой соблазнительницы. Вода, как говорится, камень точит. Есть два типа девушек. Вы обедаете с ней в ресторане, потом вдвоем идете в магазин, и там она выбирает себе что-нибудь из одежды. И вы покупаете это, потому что очень хочется увидеть, как она будет снимать это у вас дома. Но почему-то этого зрелища хватает только на один раз. А вот другим девушкам хочется делать подарки каждый день, только для того, чтобы увидеть удивление на ее лице. Может быть, она притворяется? Какая разница? Бриллианты для меня это не такой весомый подарок. Для меня вот лучше там песни мне какую-нибудь купить. Бриллианты ей надоели, у нее цель подороже будет – пробиться в шоу-бизнес. Если не талантом, то за деньги. Естественно, не свои. Лучше мне дать денег на ротацию клипа или еще куда-нибудь. Ну, вот эти машины, шубы, все остальное тоже вот так вот. Открываешь шифонер, и там вот этих шуб висит штук 10. И как бы… Вот если сейчас посчитать, сколько туда вложено, то там, наверное, две квартиры можно оставить. Давай, Шуша, давай, Шуша. Своё настоящее имя она скрывает за псевдонимом большого достоинства – Евро. А ведь когда-то она, простая девушка из Ростова-на-Дону, приехала в Москву и столкнулась с полным набором проблем провинциалки в большом городе. Случайное знакомство в кафе с обменом телефонами очень пригодилось девушке. Через какое-то время случилась проблема с регистрацией. Я взяла регистрацию, она там была, я не знала, что она как бы не настоящая. У меня были проблемы с милицией. Тут я ему в самый горячий момент позвонила, как мне нужна была помощь. Вот. Он мне помог там, всё, как бы, всё решил, и я из благодарности начала с ним встречаться. Шанс перейти из статуса бедной провинциалки в обеспеченную москвичку был налицо. Евро пошла ва-банк. Пару раз встретилась, ну, как бы, из благодарности, да, а потом говорю, извини, мне там надо квартиру снимать, мне на то это я, как бы, трачу время своё на тебя. Ну, говорит, ладно, говорит, я тебе заплачу за квартиру, там, машину и всё остальное. И тут для Евро всё завертелось в обратном направлении. Она сменила общежитие на собственную квартиру, метро на машину, пуховик на шубу. Их союз, недолгий, но плодотворный, был для Евро своего рода пробы пера. Мои я не могу сказать, что я влюблена была, но с его стороны любовь. Он всё делал, чтобы я, как бы, ни в чём не нуждалась, ни в чём мне не отказывал. Единственное, о чём он просил, не изменять. Но Евро повышала запросы. Преобразившись, она стала искать настоящую любовь. Он, как бы, начал на голову садиться, уже привыкла к этому ко всему, ко всей этой красоте, ко всем этим ухаживаниям. Уже для меня это было, как бы, не самое главное, вот, найти человека. Для меня там какая-то цель уже стояла, там, вот, и в итоге получилось так, что у меня появился другой молодой человек, и тот потихонечку ушёл. Хотя там были какие-то разборки постоянно, какие-то слежки, там много чего было. Очередной молодой человек не баловал Евро ни ресторанами, ни подарками. Он просто приходил на свидание, иногда с цветами. Евру такой вариант не устраивает. Я ему уже, как бы, намекала, что у меня моё время, как бы, оно вообще дорогое, что я за это время могу работать, там, что-то делать, а я тут с тобой трачу. Да, он говорит, а сколько ты теряешь? Я вот говорю, столько ты, столько ты. И он, как бы, ну ладно, я тебя заплачу. Вот так просто она стала содержанкой со стажем. Приёмы, отточенные на первом покровителе, универсально подошли ко второму. Надо мужчине, как бы, дать понять, что девушка на расхват, что, как бы, если ты это не сделаешь, завтра сделает это другое, что лучше, как бы, это всё ты сделай. Я делала такие ситуации, что он чуть ли не бежал бегом выполнять мои капризы, чтобы я, не дай бог, как бы, никому не ушла. Ну, это любовь на самом деле. Она заставила любовь работать на себя. Что не сделаешь для такой красоты? Это мой первый подарок. Это я встречала со своим молодым человеком, вот, и он мне эту машину подарил. Потом мы с ним поругались, расстались на месяц. Потом через месяц помирились. А у меня эта машина просто, как бы, я на ней временно не ездила, ввиду финансовых трудностей. Он говорит, а где машина? Я говорю, нет, у меня машина. Я говорю, продала её, я говорю, деньги все потратила. Он говорит, как, может, за месяц деньги столько потратить? Он мне в итоге купил ещё одну машину. Вот, а эту я так и прятала целый год. Потом ту, которую он купил, продала, сейчас тут на этой лежу. Она сама себе хозяйка. Захотела массаж? Пожалуйста. Захотела петь в казино? На здоровье. Новая машина, вечернее платье или клип? Бери, не хочу. Я на Мальдивах была, а там тоже пошла в спа. Мне там сначала наложили одну маску, потом какую-то ткань, потом сверху ещё маску. Хотела сама себя сфотографировать. Они там по-русски ничего не понимают и говорят, давай мы тебя сфотографируем. Вот они меня фотографировали каждый раз, когда накладывали сверху маску. Но в итоге этих масок, слой штук 15 со всеми, есть фотографии. Массаж. Маска для лица, красоту надо беречь, ещё пригодится. Надоест этот мужчина, найдётся другой. Она так похожа на куколку, а взрослые мужчины любят эти недетские игры. Но быть марионеткой в руках богатого мужчины она уже не хочет. Я бы очень хотела быть самостоятельной, потому что всё равно какая-то зависимость. И как бы себя сдерживаю во многом. Не скажу, что мне это очень трудно. Но само состояние, то, что ты кому-то принадлежишь, это на самом деле не для каждой девушки. Евра отдаётся всему, что любит. А сейчас она любит деньги и творчество. Её главное произведение – это крик души, как мечта, к которой она тянется всеми силами. Доллары за евро на сцене платит её покровитель. Его лица она не хочет показывать. Вдруг отобьют конкуренту. Ведь пока она ещё не звезда номер один, её содержателю придётся потрудиться. Богатый мужчина может попасть в капкан не только в клубе и на вечеринке. За ним охотятся в автосалонах, в ресторанах и даже в парикмахерских. Иногда у охотниц просто нет другого выхода. Ирина в 17 лет лишилась родителей. Ей пришлось бросить институт и пойти работать в ресторан. За столиком она увидела его. Мужчину, который, как ей показалось, может решить все её финансовые проблемы. Новенькая машинка ждёт у подъезда. Быстро подкрасится и в город. Там у Ирины много дел. Салон красоты, курсы английского, плавание и тренировка в конном клубе. На самом деле я очень избирательна в марках машин. Мне нравится очень мало машин. Это сейчас у неё всё хорошо. А 6 лет назад Ирина пережила жуткую трагедию. В 17 лет она лишилась обоих родителей. Ей пришлось повзрослеть в один миг, бросить учёбу и устроиться официанткой в московский ресторан. В 18 лет я устроилась на работу в ресторан и там познакомилась с мужчиной. Он был старше меня. Мне было тогда 18, ему где-то было около 35-36 лет. У нас какие-то завязались отношения. Новый знакомый Ирины мог бы решить все её материальные проблемы, но он оказался женат. Я какое-то время бы работала дальше. Всё-таки всегда у меня была какая-то установка того, что я должна быть самостоятельной, сама-сама-сама. Столичная жизнь оказалась Ирине не по карману. Через два года она сама набрала его номер телефона и попросила о помощи. И он не отказал. Ещё один пункт, за который я его уважаю, его можно уважать, я считаю, что у них с женой очень тёплые отношения. Они уже живут, может быть, не как муж и жена, но они вместе, у них ребёнок, и ради него как-то всё они вместе. Они видятся редко, раз в неделю. И иногда уезжают в его выдуманные командировки. Эмираты, Мальдивы, Египет, Европа и Ибица. Зато там, за границей, он дарит ей больше, чем кредитную карточку. Ну, я захожу на территорию отеля, это просто такая сказка. Я такого отеля не видела. Он настолько вот там вот, как будто время не коснулось этого места. Там было очень красиво. Там, я не знаю, там, наверное, отдохнул какой-то селекционист, оторвался на полную катушку. Там просто, не знаю, мне кажется, там были привиты апельсины с грушами, с финиками, всё вместе. Там бульная растительность была. Ну, Италия позволяет климат. Очень красивое здание. Это отель Вилла Дегарда. Это незабываемое место. И вот вечером официант приносит бокал какого-то замечательного французского белого вина. Я сажусь, понимаю, что я приехала, всё, и всё так замечательно, красиво. Мы прошлись по территории отеля, было никого не было. Была ночь, гравий рассыпанный, просто сказка, не забываем, звёздное небо. Мы подходим к... Там вот какой-то обрыв был, какие-то горы, скалы внизу. Мы подходим и просто начинаем говорить о каких-то вещах. Ну, вот это вот врезалось очень в память. Ира живёт в раю. Но в этом раю её любимой бывает только одну ночь в неделю. Всё остальное время она тратит его деньги. У неё появились совсем не дешёвые увлечения. Например, конный спорт. Самый элитный конный клуб Москвы. Она вип-клиент. Ещё неуверенно держится в седле, но всё впереди. Качество почти. Идентично. Да, вот что в Москве я знаю, наверное, все рестораны. Это любимое. Вообще предпочитаю отдых для взрослых людей в том плане, что не люблю всякие дискотеки, клубы. Не хочется мне туда, не тянет просто. Даже, кстати, раньше, как-то с самого начала, я не любила вот эти заведения все. За три года Ира вкусила все прелести роскошной жизни. Она не работала и не училась. И только сейчас Ира оглянулась назад и поняла, что так жить нельзя. Где-то с 20 до 23 у меня вот прям период какого-то сна. Я вот, как я во сне прожила. Видимо, всё равно вот склался этот стресс о потере обоих родителей. И вот сейчас вот этот период жизни я уже могу назвать каким-то пробуждением, потому что я стала по-другому на жизнь смотреть. Что-то изменилось во мне. Ира восстановилась в институте. Часть денег она откладывает на собственный бизнес. Даже здесь, в салоне красоты, сидит с учебником английского языка. Ну, просто что-то своё, хотя бы начать, хотя бы понять, что это такое, как это, как зарабатываются деньги, как они себя ведут рядом. Она хочет всё изменить. Возможно, стать совершенно самостоятельной, создать семью и встать на ноги без помощи покровителя. Могу ли я уйти от него? Вот такой сложный вопрос, на самом деле. У меня просто сейчас, вот я говорила, когда вот этот период жизненный, да, я начинаю понимать, что я сама что-то должна. Я уже иду по этому пути, я создаю что-то своё. Легко быть содержанкой в 23. Но после 35 выгодных предложений уже не поступает. Нужно многое успеть, пока есть красота, фигура и молодость. Женщину, которая меняет свою красоту на деньги, принято называть путаной. Народная молва вешает такой ярлык на всех содержанок. Андрей Фомин с этим утверждением готов поспорить. Он организует вечеринки, на которых и содержатели, и содержанки весьма частые гости. Вот есть, знаете, такое предвзятое мнение, содержанки, проститутки, ни в коем случае. Это очень часто любовь и потрясающие человеческие отношения. Они нужны друг другу. Содержателю нужна забота и нежность молодой девушки, содержанке – путёвка в жизнь от состоятельного мужчины. Ситуация, которая устраивает обе стороны. Как это, как правило, происходит? Приезжает девушка из какого-то города. Как ей заработать деньги в Москве? Как? Только модельным бизнесом. Вот она поступает в модельный бизнес. Тут, на каком-то показе чудесном или в каком-то клубе, она знакомится с очень богатым человеком. Теперь всё зависит от девушки. Если у неё достаточно ума, чтобы закрепить знакомство, она получит всё, что хочет. И красота в этом случае только одна составляющая успеха. Нужна красивая девушка, образованная, умная, которая ещё разбирается в современном искусстве. И вот вся вот эта вот история про проституцию, про дешёвый секс, мне кажется, всё надумано. Здесь в этом богатом обществе человеческие отношения. Человеческие. Но Андрей Фомин видит только одну сторону этих отношений. Его вечеринки – это ярмарка тщеславия. Содержанки демонстрируют наряды, их спутники – своих женщин. На их лицах улыбки, в атмосфере – позитив. За дверьми элитного клуба начинается совсем другая история. «Открытие» 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 — на лицо ужасное, доброе внутри. Так пел когда-то мой коллега Андрей Миронов. Но эта песенка не про содержанок. А вот эти девушки скорее наоборот. На лицо прекрасные, а вот внутри там может жить настоящий монстр. злой и жадный. Сергей когда-то тоже был завсегдатаем элитных вечеринок. На него охотились, а он выбирал. Около работы караулили. Когда я буду выходить, в машину садился. Одна даже в машину ко мне въехала. Лишь бы только познакомиться. Ну, видно, я вижу. Всего пару лет назад собственный бизнес, жена, 20-летняя дочь. По служном списке пара интрижек на стороне и пара содержанок, с которыми без сожаления Сергей расставался, когда ему надоедали их кукольные лица. Как-то раз Сергей после работы решил расслабиться и зашел в массажный кабинет. Ну, это я зашел в массаж, думаю, оздоровительный сделаю. Она новенькая там была, я никогда до этого не видел. Честно говоря, тогда, наверное, я бдительности потерял. Прекрасная соблазнительница буквально угадывала все желания клиента. Сергею ничего не приходилось делать, добыча сама попала к нему в руки. Ну, телефон она мне подкинула. Я уже потом в кармане случайно обнаружил. Вот. И позвонил. Ну, тут все и завертелось. Снял квартиру недалеко от Арбата, чтобы недалеко от работы было. Она до этого на съемной жила, в коммуналке, что ли, с подругой. Я снял квартиру, подарил купе ей на 8 марта. С работы она уволилась, само собой. Она поначалу совсем ничего не требовала. Просто иногда жаловалась то на сломанный телефон, то на отсутствие хорошего ремонта в квартире. Сергею даже было приятно предугадывать ее желание. Просто когда речь заходила уже о жене, ну, я что-нибудь заводил, разговор о жене, она еще очки надулась так слегка. Ну, и все равно, и меня поймите, я не мог разорваться на две части. И Наташа, и супруга. Хоть и прожили мы с ней долго, но... В общем, я плюнул на все, развелся. Купил квартиру, прописал ее там. Влюбленные стали жить вместе. Сергей даже сделал предложение, но она отказалась, да и вообще стала капризничать, часто не приходить домой и не отвечать на звонки. Сергей запаниковал. Ну, и... Прямо в короткое время она изменилась. Вот ее как подменили. Стала дерзкая. Более требовательная. Ну, до неузнаваемости. Добавь мне денег на кредитку. Или я от тебя уйду. Телефону не подходит. Ну, ну, изменилась она вот как... Я не знал, что делал. Я просто в отчаянии пошел к детективам. В машину садятся с другом с моим по работе. Тут уже все понятно. Когда ему передали пленку, Сергей думал, что сойдет с ума. Девушке он предъявил все доказательства измены. Она просто мне нагло рассмеялась в лицо и сказала, что меня никогда не любила и не любит. Что просто, говорит, вы, мужчина, думаете, можете руководить женщинами, распоряжаться ими. Ну, говорит, тут все наоборот. Распорядилась я тобой так, как хотела. Я тебя никогда не любил и можешь идти на все четыре стороны. Я выбежал. Не помню, как оказался на даче. Когда приехал, уже назад вернулся, думаю, выяснить, что как там обстоятельства, ну, в общем, отношения. Уже дверь не мог открыть, замки сменила. И я просто не попал в квартиру. Не мог выйти. Сергей ничего не мог сделать. Квартира была записана на нее, телефон заблокирован. А жена меня не приняла. Уже у нас все окончательно, бесповоротно все. Бизнес рухнул с другом, и бизнес не мог вести. По лавре сделили. И я с тех пор вот на даче и живу. Руки опустились. Я все проиграл, все, что было. Живу на даче. В 50 лет что-то начинать. Поздно. Я просто сломался. Так вот. Она исчезла из его жизни, как исчезли престижная работа «Семья». Сергей с трудом сдерживает эмоции. А ведь этой истории могло бы не быть, если бы не было так популярно это слово – «содержанка». Татьяна Огородникова не знает Сергея. Но ситуация, в которую он попал, ей знакома. О нахальных преследовательницах она слышала от друзей ее мужа. Были мужчины как раз, которые пришли с Кубка Кремля. Я говорю, ну что, ребят, как Кубок Кремля? Они говорят, господи, какой же беспредел. Мы занимались только тем, что прятались от телок. То есть это такие вот места сбора вот этих состоятельных людей, они уже превратились в ловушки. И мужчины сами понимают, что настолько востребованы, что уже никакими способами не брезгуют девчонки для того, чтобы вот обратить на себя внимание. «Нужна содержанка? Возьму девушку на содержание». Такие объявления обычные для сайтов знакомств. А вот другие названия. «Как соблазнить мужчину?» «Краткий курс содержанки». Это заголовки бестселлеров, которые не залеживаются на книжных полках. Спрос рождает предложение. Парты, доска, преподаватель с мелком в руке. Это школа. Только учат здесь не иностранному языку, а языку общения с мужчиной. Я ведущая мастер-класса и автор «Как стать магнитом для мужчин». Психолог, коуч, руководитель тренинговой компании. Здесь, в этом месте, я делаю зарисовку своего мастер-класса, своей работы. Я автор книг, связанных отношения между мужчиной и женщиной. И сегодня я буду вместе с вами создавать новую историю, которая, возможно, в вашей жизни что-то изменит. Юлия Кузьмина – психолог. Она знает, что хочет мужчина. Помните о том, что вот здесь у нас пульт управления? Там очень много всяких кнопочек. Если мы это будем правильно использовать, то в нашей жизни будет замечательная история личной жизни. Своя собственная, ни на кого не похожая. Она будет разная, со взлетами и падениями, но мы всегда будем выигрывать, и она никогда не разобьётся. Ну, а озим или оба что-то ещё. Они прячут лица, стыдливо отворачиваются от камеры. Ни одна из девушек не скажет, зачем сюда пришла, зачем заплатила деньги. Но каждая надеется, что здесь ей раскроют тайну, как покорить любого мужчину. Для девушки, в принципе, вообще неплохо такую школу закончить. Я имею в виду для будущей жены. Просто для того, чтобы понимать, что вступая в брак, неважно, с олигархом, не с олигархом, с простым человеком, нужно понимать, что это не то же самое, что просто любить и встречаться. То есть жизнь в браке, это как на минном поле, никогда не знаешь, где подложена мина. Стать идеальной женой или профессиональной содержанкой – личное дело каждой пришедшей сюда девушки. Важно другое – мужчиной можно управлять. Главное – давить на нужные кнопки. Чтобы попасть на сцену, нужно постараться. Во-первых, доказать, что ты талантлива. Во-вторых, что ты лучший из талантливых. В-третьих, что ты лучший из лучших. На это уходят годы, которые, как известно, не красят. А шоу-бизнес любит молодых и красивых. Но есть более простой способ. Уже на первом этапе найти богатого спонсора. Все, о чем мечтал, все, чего желал, все, что ты во снах своих искал. Ты почти поймал, только ты не знал, что в мои десеты запопал. Они покоряют сердца мужчин одним взглядом. Они – звезды отечественного шоу-бизнеса. Неудивительно, что этих красоток в откровенных клипах и открытых нарядах обеспеченные мужчины хотят видеть не на экране, а рядом с собой. В любом случае, мужчина, да, он влюбляется в картинку. Это в любом случае. Да. И потом, так как мужчина – он охотник, он просто хочет, может быть, иметь эту женщину рядом с собой. Там и так далее. То есть это все нормально, понятно в этой жизни. Не секрет, что в шоу-бизнесе все продается и все покупается. Сцена – это место реализации творческого и финансового потенциала. Вы ведь заметили текучку в женских коллективах? Такая текучка. Это именно те девушки, которые пришли в шоу-бизнес для того, чтобы найти своего, ну, скажем так, своего избранника или свой мешок счастья, благополучно, то есть, который они забирают, или, вернее, благополучно выходит замуж, в принципе, и оставляет шоу-бизнес. Так что, кто пришел из нас в эту группу, для чего вы узнаете немного попозже. Кто зачем пришел, видно невооруженным глазом. Если нет голоса, а уже мелькает на телеэкранах, значит, есть покровитель. А если есть талант, значит, очень скоро появится личный продюсер. Не знаю, никому не приходит в голову проверять их вокальные данные. Потому что поют-то другие на записи в студии. И вот этот, там, гастрольно-таборно-передвижной публичный дом возят для того, чтобы самец из нефтяного, газового или металлургического бизнеса увидел и пристроил их к себе. Не имеет значения в качестве кого? В качестве гувернантки, в качестве посудомойки, в качестве жены, в качестве любовницы. Их высматривают не на концертах, а на корпоративах и закрытых вечеринках. И здесь молодым талантам надо быть начеку. Каждый более или менее состоятельный мужчина желает их тело, а не голос. Бывало даже так, что сидят пять человек, то есть для пяти человек ты поешь всю программу, выплясываешь, танцуешь, то есть сколько программ? 45 минут. И, соответственно, у них как-то, я не знаю, отложено уже где-то вот далеко-далеко в головушке, что, в принципе, все заплачено, все проплачено. То есть не только они посмотрят на концерт, не только они послушают, как мы чудесно, красиво поем, но и также надежда на продолжение банкета. И делают удивленные лица, когда мы собираемся и просто уезжаем. Их имена знают, но не произносят вслух. В этом мире шоу и гламура каждая вторая содержанка. Это же как бы витрина публичного дома на колесах, когда их возят по стране и показывают. Ну, я так полагаю, что и договариваются, как-то забирают олигарх ее в свой гарем возить в Куршавель и поливать шампанским за какую-то определенную сумму. Олигарх покупается на две вещи, что ее показывают по телевизору, и что показывают те части, от которых у олигарха возникает щекотка в эпоху. Сразу, немедленно, за любые бабки. Девичьи группы существуют недолго. Их состав постоянно меняется. Но это место на сцене никогда не пустует. Ведь так много желающих спеть для олигарха его любимую песню. Содержанки только кажутся счастливыми женщинами, но на деле каждая вторая несчастна по-своему. Настоящее удовольствие получает лишь мужчина, который рядом с такой женщиной чувствует свое преимущество и власть. Но с каждой новой девушкой возникает новая опасность. Стать не кукловодом, а безвольной марионеткой в расчетливых руках содержанкой. Кукла не скажет нужных слов, никогда не придет на помощь, она вообще не умеет любить. Она только продается за деньги. Мужчины любят играть в куклы, но это только игра. Настоящая жизнь, она за пределами игрушечного магазина. Мужские истории рассказывал Геннадий Венгеров. Встретимся через неделю. Редактор субтитров Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова